Если взять детскую пирамидку и на ось детской пирамидки выкладывать кольца, то можно сказать, что наш храм – это та самая пирамидка, на которую, как на ось, выкладывается вся история Калуги. Города Калуги и не только Калуги, но и всей страны, и вообще всемирной истории. О том, что наш храм древний, 17 века, доказывают вот эти круглые отверстия в стенах храма. Они похожи на гнезда ласточек Бореговушева. Строители зодчие вкладывали глиняный кувшин горизонтально, так, чтобы горлышко смотрело внутрь помещения. И поэтому в храме у нас хорошая акустика. То есть эти приспособления служат для усиления голоса, как микрофон. Поэтому они называются голосники. Но со временем этот секрет постройки голосников был утерян. Поэтому их можно увидеть только в храмах 17 века. Мы никогда не найдем того, той точки отсчета, того часа икс, когда нам сказали бы, вот храм с этого момента стоит на Калужской земле, Покровский храм. Никто нам об этом не скажет, потому что такое впечатление, что он уже у нас стоит с момента создания мира. И существуют такие строильные книги, которые датируются концом аж 16 века. Это еще времена Федора Ивановича. И там мы находим наш храм. История нашего храма тесно связана с историей Кремля 17 века, который располагался вот сейчас в том месте, где находится парк культуры и отдыха. С юга протекала река Ака, с востока был Городинский овраг, а вот с северной стороны никакой защиты не было. И тогда наши предки выкопали глубокий ров, наполнили его водой. И вот наш храм находился как раз за рвом. Поэтому название у него и получается «Покрова Пресвятой Богородицы», что на рву. Изначально наш город Калуга возник как пограничная крепость на юго-западных рубежах Москвы. Давайте рассмотрим сам по себе город. Он представлял из себя неправильный четырехугольник. В нем было 12 башен, 7 из которых были особенные. 4 угловые находились по углам и 3 проездные. Это были специальные башни, через которые можно было попасть в город. Покровская башня была через искусственно вырытый ров, прямо к храму Покрова Пресвятой Богородицы, что на рву. Посмотрите на наш храм. Храм очень красивый. Он пятиглавый, одноэтажный. По северной и по южной стороне расположены по три оконца. Колонки-дудочки на углах здания. Также есть очень красивые кокошники с кельевидным завершением. Низ нашей колокольни четырехугольный, а верх восьмиугольный. С 1935 года наш храм был недействующим. В нем выводили цыплят, был инкубатор. А в 1994 году наш храм передали Калужской епархии. И настоятелем храма назначили молодого батюшку Андрея Богомолова. В Калужских епархиальных ведомостях за 1866 год церковь Покрова-на-Рву описана так. Архитектура и распланировка этой церкви замечательна тем, что здесь с деталями самыми древними соединена красота и правильность новейших построек. По всему видно, что постройкой заведовал опытный и по тогдашнему времени весьма сведущий строитель. В разбивке окон замечательно следующее отступление от древнего строительного правила. На северной и южной стенах самой церкви расположены по три, а не по два окна, как это всегда делалось в древних церквях. Отделка этих окон замечательно красива. Особенное внимание обращают на себя и боковые входы в церковь, образующие рот крытых папертей. Отлогая арка со свесом посередине, краями своими опирается на невысокие колонны. Подобные входы сохранились только в особенно древних храмах, например, Василия Блаженного в Москве. И вот этот архитектурный и исторический шедевр предстояло восстановить недавнему семинаристу. Когда храм передали, я сюда вошел впервые. С одной стороны, я, конечно, был потрясен красотой этого храма. И вот именно вот эти вот особые такие древние формы, ну, как-то они, не знаю, возвращали, наверное, какой-то вот такой вот древний, такой вот такому древнему духовному монаструю, как мне казалось, который царил вот здесь, в этом храме, такой особенно молитвенный. И в то же самое время я вот видел, что стало с храмом. Конечно, по молодости, по своей неопытности, во всей полноте оценить, наверное, так вот, что предстояло сделать, я до конца не мог. Понимал, что да, трудов очень много предстоит, но, может быть, вот эта вот как раз такая вот неопытность, молодость, она как раз-то вот не давала там особенно как-то переживать, расстраиваться, как-то вот верилось лучше, что, ну, по молитвам Богородицы с помощью Божьей как-то все устроится. Вот однажды отец Андрей пошел в действующий тогда Георгиевский храм, стал усердно молиться перед Калужской иконой Божьей Матери, перед образом «Утоли моей печали», просил Богородица, «Помоги храм восстановить». Собирается уходить, оборачивается, а сзади стоит человек и говорит, «Я хочу помочь храму на что-то конкретное, на колокол, например». Решили они встретиться на следующий день. Идет батюшка Андрей по каменному мосту и смотрит на наш храм Покрова и видит, а в нем в советских времен вместо крестов воткнуты палки. Тогда он понял, чего храма не хватает. На следующий день они встретились. И батюшка Андрей говорит, «Пойдем посмотрим, чего храма не хватает». Но тот понял и сказал, «Я понял, батюшка, крестов». Когда их воздвигали, то не привлекалась никакая техника подъемной, ни подъемной краны, ни вертолеты. Кресты несли до куполов по лестнице. Они были обернуты в теплые одеяла, чтобы не повредить позолоту. Вот таким образом у нас в нашем храме появились новые кресты. Очень многие спрашивают, а почему у вас полумесяца на крестах? Полумесяц обозначает три вещи. Первая – чашу евхаристическую, через которую мы причащаемся. Вторая – люльку Христа, в которой он родился и куда его положили. Ну и третья – это змей, дьявол, которого распинает сам Иисус Христос. На что еще похож? На корабль. Корабль спасения. Церковь – это же корабль спасения. Вот такие у нас замечательные кресты. Радостно было, что калужане открывали для себя наш храм. Храм, хотя долгое время, еще даже после освящения, многие не знали о том, что храм наш действующий, что в нашем храме совершаются службы. Здесь все было так простенько, бедно достаточно. Вот только-только, вот только все, как бы для того, чтобы осветить храм. Полы настелили еще некрашенные, нестроганные. Там две иконочки в иконостасе, там царские врата. В общем-то, все по минимуму, по минимуму. Но вот в этой простоте, вот, какая-то была особая такая вот радость, такая надежда обновления. Вот что вот храм осветится, и начнется какая-то другая особенная новая жизнь уже, вот как бы в храме с литургиями, со службами, в общении с людьми. Ну, собственно, что и произошло. У меня были такие случаи, когда люди звонят в храм, я поднимаю трубку, мне спрашивают, это храм Покрова-Варву, причем очень часто люди так спрашивают у меня, потому что, ну, вот на момент возрождения храма в 90-х годах так храм наш называли иногда. И я начинаю объяснять долго, со всеми деталями, как надо двигаться, по какой траектории, на каком троллейбусе вы поедете. Люди меня не понимают. Меня все храмы в округе назовут, где находится храм Покровский, никто не скажет. Но когда я скажу, называю слово, произношу слово «инкубатор», то сразу всем понятно становится, и, в общем-то, люди адекватно на это реагируют. Как ни парадоксально, но инкубатор, можно сказать, сохранил церковное здание от окончательного разрушения. Все-таки это не спортивный зал, не ремонтные мастерские и не склад. В нем было сухо и тепло. А люди, соприкасавшиеся с поруганным Домом Божьим, как и во все времена, Кто хотел назидаться, назидался, а кто хотел искушаться, искушался. Полтора года назад митрополит Климент определил меня на служение в этом храме. И тогда я впервые узнал о том, что есть вот такой храм Покровский в Калуге. И потом, когда своей родне, у меня здесь дедушка двоюродный живет в Калуге, рассказал о том, куда меня направили, он, конечно, был поражен, удивлен и сказал мне, вот ты знаешь, что здесь, оказывается, работал твой прадед и прабабушка в этом храме. И вот тогда только я узнал от него и историю этого храма после закрытия. И лишний раз, конечно, удивился промыслу Божьему, который таким вот удивительным путем везет человека, перебирая бумаги, разбирая вещи старые. Моя тетя обнаружила в столе прабабушки икону Божьей Матери, которую она там бережно хранила. То есть все-таки можно предположить, что предки мои были людьми верующими, но, конечно, прятали всячески свою веру, открыто ее не выражали. И, безусловно, никакими воспоминаниями и мыслями своими делиться в то время было нельзя. ПЕСНЯ В начале самой главной службы, которую мы совершаем в храме, божественной литургии. Перед тем, как начинается служба, диакон в алтаре, все это происходит, подходит к священнику и произносит такие слова «Время сотворите Господеве, владыка благослови». И вот эти вот слова, они возвещают нам о том, что сейчас наступает такое время, когда по-особому будет сила Божия действовать. Вот сейчас благодать Божия во всей своей полняте явится, потому что то, что за этим последует, что произойдет, оно человеку не по силам. То есть если вот сейчас вот не сила Божия, не благодать Божия, вот мы, в общем-то, не сможем ничего такого вот сделать. И в ответ на это священник произносит «Благословен Бог наш, всегда, ныне и пресно и во веки веков». То есть прославляя Господа и понимая, какое место ты сейчас вот здесь занимаешь, то есть ты становишься таким, неким таким свидетелем, созерцателем, по милости Божией, таким участником вот этого великого события. Вот где-то отчасти то же самое, наверное, происходило и со мной, когда я участвовал вот и в возрождении этого древнего и одного из самых красивых храмов Калужской земли. Я прекрасно понимал, что, ну, я вчерашний, можно сказать, студент, никогда никакими особыми такими серьезно строительными работами не занимался. И тут предстоит такое вот серьезное дело возрождения храма. Я понимал, что мне надо просто честно делать свое дело. Вот что-то такое особенное такое, вот это все в руках Божьих. То, что храм удивительным образом охранял Калугу, можно тоже много рассказать интересного. Ну, вот, предположим, в 1618 году Гетман Сагайдачный, можно сказать, стер Калугу с лица земли. Через три года, в 1622 году, случился такой пожар в Калуге, что погорели не только строения, но и даже люди. Его до сих пор называют большим пожаром калужским, наши историки. А в следующем документе 1626 года мы читаем у такого писца Плещеева Владимира, что храм, наш храм не коснулся вот этих страшных разрушений. Он пишет о том, что все святыни храма, все богослужебные книги, утварь, они, можно сказать, с того времени, вот как указывает вот эта книга конца 16 века. Получается, что милостью Божией, Божьим промыслом храм не был поврежден. Мало того, этот же писец Владимир Плещеев пишет про то, что так как все сгорело в Калуге, из нашего Покровского храма в Троицкий собор была перенесена Троицкая икона, для того, чтобы как-то храм начинал возрождаться. Вот такой маленький факт, но она очень о многом говорит. Существующая каменная церковь была построена в 1685 году, это по одним источникам, а по другим источникам в 1687 году. Храм наш очень красивый, мне кажется, он похож на пряничный домик. Закончился вот этот страшный пламенный 17 век, смутное время, и дальше Калуга приобретает каменные постройки, она становится уже каменной. Удивительно, что многие храмы, находясь в черте города, в остроге, потом были перенесены на новые места. Наш Покровский храм как стоял на этом месте, так он остался на этом месте находиться. Смотрите, сколько произошло событий. И храм в своем каменном обличии нисколько не поменялся практически с того же времени. Ни пожары, ни какие-то военные действия на наш храм не повлияли. Вот смотрите, с 1687 года мы, проходя мимо храма, можем себя ощутить в 17 веке. Это же здорово! В советское время стены храма были забелены. И вот чудным образом сохранилась одна единственная фреска, на которой вы видите трех святых покровителей земли Калужской. В центре с топориком – блаженный Лаврентий Христарадий Юродивый. Справа – преподобный Пафнутий Боровский, а слева – преподобный Тихон Калужский, чудо-тренецкий. В нашем храме много святынь. Одна из них – это частица Риза Пресвятой Богородицы. Около трехсот частиц святых мощей и убойников Божиих, таких как Иоанн Претечи, Серафим Саровский, святитель Николай Чудотворец, святитель Спиридун Тренифудский, преподобные Оптинские старцы. Есть еще мощевик, в котором обретается 50 частиц мощей святых угодников Божьих, таких как Благоверные князья Александр Невский, Андрей Боголюбский, Матушка Матрона Блаженная, Мученица Татьяна, Великомученица Анастасия Узарешительница, еще есть мощи у нас Великомученика Пантелеемона и много-много других. Среди святынь, которые находились у нас в храме до его закрытия, была икона Божьей Матери Петровская. Но перед вами не сама чудотворная икона, что стало с иконой в советское время, после закрытия храма, мы не знаем. А вот это список с нее. Авдеугорский, отец Авдеугорский, который служил в нашем храме, описал эту икону, размеры, как она выглядела, и по его описаниям была сделана новая икона, которую приняли у нас 25 июля в 2006 году. С момента передачи храма Русской Православной Церкви прошло буквально 4 года, и в нашем храме появилась воскресная школа в 1998 году. Я сама ходила в эту воскресную школу, а теперь здесь занимаюсь с детьми разных возрастов. Мы всегда уделяли большое внимание истории нашего города, истории нашего храма. Очень важно, чтобы это была не сухая информация, а дети проживали. Мы вместе с ними ходили по городу и искали те точки, где раньше стояли башни Кремля. Всегда это было очень интересно. Это происходит с картами, с разными квестами, и детям это все запоминается, они сами тянутся к этому. И те вот ребята, которые сегодня рассказывали, это наши экскурсоводы. Они проводят действительно экскурсии для наших прихожан, для тех же своих товарищей. И всегда это происходит с интересом, с любовью к нашему храму. И это передается и другим людям вокруг. Нужно вдыхать эту старину, это общаться с храмом, как с человеком, как человеком. И вот он нам очень много всего расскажет. И просто прийти в храм, посидеть и созерцать голосники, его убранство. Это очень и очень человеку нужно, и это является таким потенциалом для его дальнейшего развития. К началу 1998 года Покровский храм был подготовлен к освящению. В субботний день, 14 марта, митрополит Калужский-Еборовский Климент и епископ Людиновский Георгий возглавили торжественное богослужение с чином великого освящения храма. Освящение храма – это такое грандиозное событие и так редко случающееся порой в жизни настоятелей, что для особенно молодого священника это огромное потрясение. Я, конечно, то, что сказать, что я волновался – это, наверное, не сказать ничего. Было волнительно, вот, и владыка сам тоже как-то переживал, и перед тем, как осветить храм, он много раз приходил, смотрел, что происходило, что насколько все готово, понимая, что, в общем-то, я, да, молодой священник, человек неопытный и ни разу не участвовал в таком вот великом событии, как освящение храма. Вот как-то он так поддерживал, он приходил, смотрел, подсказывал что-то, вот, и после освящения храма совершают 40 божественных литургий. Вот, после освящения храма я 40 дней потом подряд служил. И, с одной стороны, конечно, физически, ну, встаешь немножко так вот, да, но то, что происходило вот именно в этот период, после освящения храма, в душе, и как-то вот, ну, совсем по-другому молился, какая-то такая тихая радость, вот она все время присутствовала, в это время. У нас были такие моменты, когда я еще один служил, у нас не было много священников, и службы совершались не каждый день. И вдруг как-то вот мы, и силы появляются, какое-то желание, давайте вот вроде бы как бы есть возможность еще одну службу по службам, но ее нет в расписании, никто не знает, никого вроде как и не ждешь. Поворачиваешься в какой-то момент, вот, для того, чтобы благословить, как тебе кажется, пустой храм, и вдруг с удивлением видишь, что собрались люди, они стоят, вот какая-то такая неведомая сила, ради того, что вот в этот момент в храме совершается литургия, она как-то людей привлекает. Я, конечно же, с некоторыми потом разговаривал, говорю, вот как вот вы здесь, вот почему сюда пришли, вроде бы у нас ни расписания, ничего не было. Говорю, знаете же, батюшка, я ушел мимо храма, и вдруг чувствую, что-то вот, не знаю почему, не собирался, ничто не предвещало. Вдруг как-то вот такое, какое-то особенное чувство, что вот сейчас надо зайти в храм. Я захожу, оказываюсь в этой атмосфере службы, и остаюсь на молитву, и уже, так сказать, не хочется уходить. Вот это то, собственно, ради чего храм освящается, ради чего, в общем-то, и совершает службу, чтобы душа человеческая почувствовала присутствие Божие здесь, потому что именно в храме, как нигде в другом месте, человек вот как-то вот раскрывается для того, чтобы принять Бога, раскрывается для того, чтобы почувствовать присутствие Божие здесь на земле. Один храм не похож на другой, хоть мы и верим в то, что Господь одинаково присутствует в каждом храме, и для того, чтобы соединиться с Богом, не нужно ехать куда-нибудь на Афон или отправляться в дальнее паломничество, достаточно в любом, абсолютно любом храме причаститься к святых тайн, и будет тебе здесь и Афон, и Иерусалим. Я несколько раз себя ловил на мысли во время службы о том, что хор и чтецы, которые здесь поют и читают, они молятся. По крайней мере, по тому, как звучит богослужение, этот вывод можно сделать. Вот здесь, в этом храме, когда я молюсь, вы знаете, как будто бы время останавливается. Но вот есть какое-то неуловимое чувство, которое словами не сформулируешь, но оно, вот молящееся сердце, оно чувствует то, что есть еще молящееся сердца, другие, да, которые тоже молятся в этом храме. Это сбытка сердца, говорят уста. Наш храм Покрова Пресвятой Богородицы расположен на улице Марата, дом 4. Раньше эта улица называлась Покровская в честь нашего храма. Вот я думаю, было бы верным решение вернуть ей прежнее название. Была бы улица Покровская. Было бы хорошо. Продолжение следует...